Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем видео мы поговорим об открытом интересе и узнаем о том, как грамотно его применять для более качественного анализа рынка. У нас открыт график фьючерса на британский фунт и давайте добавим к нему график открытого интереса. Во вкладке индикаторы, соответствующая опция, открытый интерес и активируем фьючерс, открытый интерес, поставив соответствующую галочку. Таким образом у нас отобразился график открытого интереса или сокращенно, как его называют ОИ. Для оценки настроения рынка целесообразно использовать показатели открытого интереса как на фьючерсном рынке, так и на рынке опционов. Анализ открытого интереса помогает трейдеру подтвердить силу или слабость существующего тренда. Открытый интерес показывает, когда новые деньги появляются на рынке, означая более агрессивную торговлю трейдеров в текущем направлении тренда. Увеличение общего открытого интереса в целом поддерживает текущий тренд и как правило указывает на его продолжение. Общий открытый интерес уменьшается, когда трейдеры выводят деньги с рынка, показывая изменение настроения, особенно если открытый интерес рос раньше и начал снижаться. В устойчивом восходящем или нисходящем тренде открытый интерес должен расти, это означает, что быки контролируют рынок во время восходящего тренда или медвежьи шорты доминируют в нисходящем тренде. Снижающийся или боковой открытый интерес сигнализирует о том, что тренд ослабевает и вероятно находится вблизи его завершения. Существуют определенные правила торговли по открытому интересу и давайте детальнее с ними ознакомимся. Итак, если у нас растет открытый интерес и растет соответствующий график нашего актива, значит мы готовимся к покупкам. Почему? Потому что количество игроков на понижение возрастает при такой ситуации и со временем им придется бежать, то есть закрывать свои шорты, ну а это соответственно будет толкать цену выше. Это первый вариант. Второй вариант, когда у нас растет открытый интерес, но цена на наш актив при этом снижается. В данном случае мы будем готовиться к продажам. Почему? Потому что количество игроков на повышение растет и со временем им придется закрывать свои покупки. Ну а это соответственно толкнет цены еще ниже. Детальнее мы сейчас рассмотрим это на примерах. Далее, если открытый интерес у нас снижается, график при этом на наш актив растет. Мы готовимся к продажам, потому что обе команды закрывают позиции. Обе команды это и покупатели и продавцы, то есть байеры покупатели снимают прибыль, а не фиксируют прибыль. Ну а селеры, то есть медведи или продавцы, они кроют свои позиции. Поэтому рынок в данном случае готовится к развороту. Это очень важно. Следующий момент, если у нас снижается и открытый интерес и снижается график на наш анализируемый актив. Мы готовимся в данном случае к покупкам. Почему? Потому что покупатели кроют свои убытки. Ну а продавцы также кроют свои позиции. Соответственно, рынок готовится к обратной тенденции. Затем, если у нас открытый интерес растет, а наш актив, график нашего анализируемого актива демонстрирует боковую динамику, значит мы готовимся все-таки к продажам. Почему? Потому что опытные трейдеры или умные деньги, как мы называем крупный капитал, коммерсанты, они вероятно активизируют игру на понижение. То есть график у нас не растет, график у нас демонстрирует боковую динамику. А если он не растет, значит в росте данного актива не заинтересованы крупные деньги. При этом, если у нас боковая динамика, значит у нас накапливается топливо. То, что оно накапливается, нам об этом сигнализирует рост открытого интереса. Потом, как ранее я сказал, рост открытого интереса сигнализирует о том, что в рынок поступает денежная масса. В таком случае, когда денежная масса в рынок поступает, а наш актив стоит на месте, вероятно, готовятся продажи. Соответственно, у нас есть и обратная ситуация, когда открытый интерес у нас снижается, а рынок также прибывает в боковике. Покупки. Мы готовимся к покупкам в данном случае, потому что трейдеры-коммерсанты закрывают короткие позиции, и, соответственно, рынок готовится к покупкам. Это основные правила, которые следует использовать в данном виде торговли при открытом интересе. И есть еще три варианта, когда ситуация у нас неоднозначная, что предполагает для опытного трейдера момент того, что мы не будем находиться в рынке. То есть при ситуации, которую вы видите ниже, а именно, когда у нас открытый интерес демонстрирует боковую динамику, а при этом у нас наблюдается либо рост, либо снижение, либо боковая динамика, мы будем находиться вне рынка. Почему? Потому что в первом случае, в данном контексте уже не в первом, но в случае, когда у нас открытый интерес демонстрирует боковую динамику, при росте нашего актива у нас покупки под вопросом. Если наш актив демонстрирует снижение, то время, когда открытый интерес демонстрирует боковую динамику у нас продажи под вопросом, когда у нас оба показателя и открытого интереса и анализируемого нами актива также демонстрирует боковую динамику, у нас какие-либо сигналы отсутствуют. Если мы возьмем интереснейшую ситуацию с нашим британским фунтом, значит, что мы можем здесь наблюдать? Мы видим устойчивое снижение по фьючерсу на британский фунт, мы видим, что у нас была некая боковая динамика по открытому интересу, после чего открытый интерес у нас начал увеличиваться. Значит, что у нас по правилам? Если у нас идет снижение по нашему активу и идет рост по открытому интересу, мы готовимся к продажам, то есть это количество игроков на повышение, в данном случае количество игроков на повышение у нас растет. Со временем им придется закрывать покупки стопы, то есть, а это толкнет цены еще ниже. Если мы проанализируем данную тенденцию, мы увидим, что действительно это так. Если мы начнем анализировать наш график с 14.05.19 года, мы увидим, что да, уже у нас была боковая динамика, потом началось у нас снижение по нашему анализируемому активу. При снижении нашего актива мы наблюдаем рост открытого интереса со 150.699 до 152.188. То есть, это уже явная тенденция, когда открытый интерес у нас начал рост, а анализируемый актив начал снижение. Мы видим, что чем дальше у нас продолжается снижение по нашему активу и потом образуется боковик, и при этом у нас растет. Это подтверждает наши правила, что мы готовимся к дальнейшему снижению. Еще один виток мощного снижения по британскому фунту, и при этом опять-таки у нас наблюдается рост открытого интереса. Сформировался боковик, после которого снова у нас вырос ОИИ. Таким образом, очередной виток снижения у нас наблюдается и так далее. Конечно, недавно у нас был всплеск по британскому фунту, но это на общую картину не повлияло, поскольку нисходящая устойчивая динамика по самому активу и рост открытого интереса по правилам сигнализирует о дальнейшем движении вниз, что собственно и наблюдается в текущий момент. Открытый интерес целесообразно применять как для валютных фьючерсов, так и для ряда других анализируемых активов. Помимо этого, хотелось бы обратить ваше внимание, что открытый интерес можно анализировать не только по фьючерсным контрактам, а и по опционам в том числе. Давайте откроем график фьючерса на индекс S&P 500 на 30-минутном таймфрейме и подгрузим именно открытый интерес по опционам. Собственно, как я уже говорил, открытый интерес нам сигнализирует о том, что в рынок либо заходят деньги, либо деньги из рынка выходят. То есть, речь идет о том, что либо топливо у нас накапливается для определенного движения, либо оно заканчивается и движение у нас выдохнется. В данном случае, если мы проанализируем изменение динамики нашего актива, мы увидим, что у нас наблюдался устойчивый рост по фьючерсу на S&P 500 и в данном контексте очень резко возросли путы. Красный график это у нас пут опционы, синий график это у нас кол опционы. Хотелось бы отметить то, что фьючерс от опциона отличается следующим моментом. Если фьючерс это обязательство купить или продать соответствующие активы действия фьючерсного контракта, то опцион это не обязательство, а это право воспользоваться покупкой или продажей соответствующего фьючерсного контракта за время его действия. Таким образом, мы видим, что при мощном росте и движении цены вверх у нас накопилось значительное количество пут опционов с 362 814 контрактов до 453 160 контрактов. Значит, таким образом, количество игроков, которые захеджировали свои позиции на снижение возросло, после чего мы наблюдаем тенденцию вниз. Да, здесь у нас наблюдался откат в том числе, но открытый интерес по пут опционам у нас практически не изменился или изменился незначительно. Это говорит о том, что количество игроков, которые хеджируют свои позиции и ожидают снижения, все-таки преобладает, после чего мы видим дальнейшую нисходящую динамику. Более детальное использование открытого интереса для анализа фьючерсов и опционов в том числе смотрите в наших обучающих материалах. А у меня на этом все. Всем успешной торговли! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok